МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Последний звонок Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов встретил с сельскими выпускниками. Глава региона напутствовал выпускников Ростовской опорной школы. Три жилых дома будут приобретены за счет средств районного бюджета. Две семьи получат компенсацию от благотворителей. В Шестском районе в результате весеннего половодия было потоплено 15 домов. Девять послов и представителей дипломатических миссий посетили музей жертв политических репрессий Карлак. Визит состоялся в преддверии международной выставки Экспо-2017. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 мая для всех выпускников звучит последний звонок. Выпускники в белых бантах и гладко выглаженных рубашках. Это день вступления во взрослую жизнь. Вот и для учащихся Ростовской опорной школы Бухаржираусского района была организована торжественная линейка. В празднике принял участие Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Ростовская опорная школа – ресурсный центр. Объединяет шесть малокомплектных школ Бухаржираусского района. В школе-интернате дети проходят полный курс среднего образования. Кроме того, любой ребенок может получить в опорной школе всестороннее образование, то есть каждый выпускник уже с уверенностью говорит о будущих планах. Выпускница Милен Даймагамбетова уже точно знает, что поступит в Карагандинскую медицинскую академию. Ведь девочка с детства мечтала стать врачом. Всем своим выпускникам желаю того же. Хочу, чтобы они поступили на гранты, были счастливы и обрадовали своих родителей. Помимо кабинетов, где школьники ежедневно занимаются, в интернате также есть собственные теплицы, созданные для того, чтобы дети изучали новые технологии, сельхозпроизводстве и не покидали родное село. Ведь обучившись, молодежь может развивать родной край. Всего в Ростовской опорной школе занимается 60 учеников. А если считать вместе с малокомплектными, то всего 720 школьников. Если брать по нашей основной школе, по опорной школе, то сегодня 12 выпускников, из них 6 человек. Четверо претендуют на «Алтомедгет», двое на аттестат особого образца. Посетив школу-интернат, глава региона подробно ознакомился с оборудованием и уютными кабинетами, где занимаются ученики. После чего посетил спортзал, кабинет военной подготовки, тренажерный зал и медпункт. Как завершилась ознакомительная экскурсия, началась торжественная линейка, где с поздравлениями выступил глава региона Ерлан Кошанов, пожелав выпускникам найти свой жизненный путь и не забывать родное село. На сегодня по этой тропинке уже другие дети пойдут, у вас открывается перед вами большая дорога, дорога жизни. И вы на этом пути, я хотел бы вам пожелать еще раз счастья, больших высот, и в стране главой государства сделано все, чтобы у вас было светлое, хорошее будущее. Кто хочет дальше учиться, есть у нас университеты мирового уровня, кто хочет учиться за рубежом, для них открыто есть стипендия президентская по линии Болоша, но кто пожелает дальше поступить на работу, трудиться, и для них есть государственная поддержка, получить необходимую, кто какую пожелает, специальность. Я думаю, все возможности у вас есть. После торжественной части выпускники станцевали школьный вальс и выразили свои слова благодарности преподавателям. В завершении торжественной линейки для всех выпускников прозвучал последний звонок. Осель Созамбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Каркаралинске открылся реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. В учреждении имеются все возможности для оказания социально-медицинских услуг по направлениям терапии, неврологии, ортопедо-травматологии. В торжественном открытии центра принял участие заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. В новом реабилитационном центре для инвалидов имеется 64 койко-места. Здесь есть все возможности для оказания социально-медицинских услуг по таким направлениям, как терапия, неврология, ортопедо-травматология. Обо всем об этом специалисты нового центра рассказали заместителю Акима Карагандинской области Жандосу Абишеву. Он прибыл в Каркаролинск специально по случаю торжественного открытия центра. Я рад поздравить вас с торжественным открытием реабилитационного центра, который первый в нашем регионе будет оказывать социальные услуги лицам с ограниченными возможностями до 18 лет. Открытие центра – долгожданное событие для лиц, имеющих инвалидность. Благодаря вложенным средствам, труду, сейчас здесь созданы все условия бытового и медицинского обслуживания, приближенные к домашним условиям. Для проведения реабилитационных мероприятий здесь имеются соответствующие новым технологиям оборудования – кабинет лечебной физкультуры с навечными тренажерами. Открытие реабилитационного центра – долгожданное событие для жителей Каркаролинского региона, имеющих инвалидность первой и второй групп. Главный акцент сделан на социально-медицинскую помощь в восстановлении и повышении жизненной психофизической устойчивости людей с ограниченными возможностями. Для проведения реабилитационных мероприятий центр имеет соответствующее физиотерапевтическое и механотерапевтическое оборудование – кабинет лечебной физкультуры с новейшими тренажерами. Будет также функционировать корпус лечебно-водных процедур, где предусмотрено грязевое лечение и посещение сауны. Лица будут здесь находиться от двух недель, согласно стандарту, до полугода. Как вы сами видели, сейчас все оборудование, даже вот марихимахерское, то есть тем людям, которые будут находиться больше месяца, как положено, надо постригаться. То есть даже элементарные эти маленькие вещи, они у нас заложены. Все оборудование, согласно стандарту, предусмотрено для получения медицинских услуг. Я думаю, данное открытие реабилитационного центра очень хорошо и благоприятно повлияет для лица ограниченной возможностью. До капитального ремонта здание центра принадлежало районной больнице. Суммарная мощность проекта составила более 700 миллионов тенге. Из республиканского бюджета с софинансированием областного бюджета выделено чуть менее 500 миллионов, из спонсорских средств – 255 миллионов тенге. На открытие также было отмечено, что со времен становления независимости нашей страны в Центральном Казахстане количество сети медико-социальных учреждений по оказанию специальных соцуслуг достигло 11. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Около 5 миллионов тенге. В такую сумму оценили ущерб имуществу жителей Щетского района, пострадавшие в результате весеннего половодия. По информации властей, пострадавшие жители получили гуманитарную помощь продуктами питания по линии общества Красного полумесяца. Выделены строительные материалы на ремонт домов. Двум семьям предоставлено временное жилье. Жители Щетского района Карагандинской области в этом году больше всех пострадали от паводков. Несмотря на то, что 15 домов уже третью весну подряд остаются подталыми водами, специальная комиссия вынесла решение о сносе лишь пяти из них. Остальные десять посчитали пригодными для проживания. Жительница села Красная Поляна Салтанат Айсабазова не согласна с решением специальной комиссии. Она считает, что ее дом также подлежит к сносу. Каждый год весной мы все поднимать начали мебель, ковры, все-все-все. И уходили сами. Такая жизнь у нас наступила. А вот уже в 2017 году опять пришла вода. И причем она стояла долго, где-то 10 дней она стояла. Потому что почему-то, хоть и уровень был ниже, состояние дома было хуже. Ее соседка Бибисара Мусина находится в том же положении. Она давно уже перестала покупать домой мебель и облагораживать свой двор. Говорит, смысла нет. С приходом весны нужно все обновлять с нуля. Ближе к весне ее навестили представители власти и помогли окружить дом мешками с песком, пообещав, что теперь ей никакие паводки не страшны. Мы заключили официально об отсутствии необходимости предоставления ей помощи в жилье и компенсации. Я не могу больше жить в этом доме. В течение 10 лет каждую весну мы видим одну и ту же картину. Открыв дверь, вы сразу увидите озеро. До него рукой подать. Как весна, так сразу в моем доме вода по колено. Каждую весну насосом откачиваем воду из дома. Ну неужели я должна так жить всю жизнь? Идти-то мне некуда. Никто меня не понимает. Мы слышали, что дома в Карамуруне идут под снос. И я надеялся, что мой дом тоже снесут и предоставят новое жилье. Однако комиссия решила, что мой дом не подлежит сносу. Его якобы удалось спасти от наводнения. Весной этого года представители ЧАЭС окружили дом мешками с песком. Снаружи воды не было, но ведь она проникала в дом из-под пола. И все равно застала нас расплох. Представители власти резюмируют. В данный момент в местном бюджете имеется всего 3 миллиона тенге, которых хватит лишь на покупку нового дома для одной семьи. Другим же необходимая сумма в 10 миллионов тенге будет выплачена после 4 июня. Озеро расположено слишком близко к дому, всего в 100-150 метрах. Поэтому во время паводков вода из переполненного озера охватывает близлежащие дома. Вместе с водой к дому приходит большое количество вредоносного мусора. К тому же вода находится близко к поверхности. Через метр уже появится вода. В зимний период эта вода замерзает, и по законам физики она увеличивается в объемах. В результате смещается фундамент дома. В общей сложности 5 домов из поселка Карамурын пострадало в этом году от паводков. Троим решено купить новые аналогичные дома в селе Красная Поляна. Остальным двум семьям будут выплачены денежные компенсации в размере 5 миллионов тенге. Необходимые средства выделяются из районного бюджета. Айнур Нурман Галиева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Три человека погибли, и один госпитализирован в результате лобового столкновения двух машин на трассе между Жасказганом и Сатпаевым. Инцидент произошел 24 мая. По предварительным данным, 47-летний водитель Форда не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ауди. Водитель Форда скончался на месте. А также погибли двое пассажиров Ауди, а водитель был госпитализирован. В ДВД области сообщили, что начато досудебное расследование и назначены экспертизы. По факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Жасказган-Сатпаев с участием автомашина Форд Ка и Ауди С4, где погибло трое человек и один госпитализирован. Проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы. По предварительным данным, водитель автомашина Форд Ка, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение Ауди С4. В честь праздника Дня защиты детей «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 22 мая по 4 июня. Памперсы, одна упаковка, 3339 тенге. Бисквит-барни 150 грамм, 399 тенге. «Скиф» – просто сравни цены. Продолжаем выпуск. Недавно мы рассказывали об открытии новой игровой площадки в одном из скверов 13-го микрорайона в Майкудуке. Тогда меценаты пообещали, что подобные комплексы будут установлены повсеместно. И вот недавно установлен новый игровой комплекс, но уже в микрорайоне «Голубые пруды». В преддверии 1 июня Дня защиты детей Экиматом Октябрьского района и городским Маслехатом ребятишкам была подарена еще одна детская площадка. Сделана она из экологического продукта полиэтилена, изготовлена отечественными производителями. Данная аллея, я думаю, будет служить хорошим времяпровождением. Думаю, родители и дети будут проводить здесь много времени. Также хотелось бы отметить, что данная игровая площадка сделана из чисто экологического продукта, из полиэтилена. Кроме того, данная площадка изготовлена отечественным производителем. Детский комплекс представлен различными спортивными и игровыми модулями – качелями, горками и лабиринтами. Проект осуществлен в рамках социальной ответственности бизнеса перед населением. На этом меценаты не намерены останавливаться. Они уверены, что удастся установить еще несколько детских площадок по городу. Не так давно мы поставили детский игровой комплекс в 13-м микрорайоне. И вот видите, сегодня уже детский игровой комплекс стоит на Голубых прудах. Я очень рад, что акция, которую мы начали, она продолжается. Призываю всех патриотов нашего города, людей, которые действительно переживают за наш город, поучаствовать в этой акции. Организаторы устроили для детей настоящий праздник. На протяжении вечера с маленькими гостями играли веселые аниматоры. Для гостей были также подготовлены забавные конкурсы с сюрпризами и розыгрышами. Насчет этой горки, мне впечатление мне нравится очень. Особенно мои сестренки тут каждый день почти играют со вчерашнего дня. И спасибо тем, которые построили эту горку на нашем районе. Мне нравится эта горка, потому что она закрученная и на ней веселее играть. Но там, конечно, много очереди. Мы пытаемся, чтобы мы были первыми, но мы сюда приходим каждый день. Рады, что нам поставили такую елку, особенно в преддверии летних каникул. Желательно бы, конечно, побольше внимания нашему Майку-Духу. Здесь очень много детей, особенно в нашем доме. Это вообще. Мы благодарим изготовителей и благодарим тех, кто нам это построил. Мы видели, как ее ставили. Эта горка мне очень нравится. Я прихожу сюда каждый день. Она очень крутая и цветная. Асель Сазамбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В минувшую среду послы страны и представители дипломатических миссий посетили музей жертв политических репрессий Карлага. Сыгрлеса Рарка, так назывался историко-информационный тур, который состоялся в преддверии международной выставки Экспо-2017. Организаторы заявили, что это мероприятие даст еще один толчок для укрепления туризма в нашем регионе. Карагандинская область – первый регион, который организует ознакомительный маршрут в преддверии международной выставки Экспо. И первый тур прошел с участием высокопоставленных лиц, послов стран и представителей дипломатических миссий. Чрезвычайный и полномочный посол Кубы в Казахстане, господин Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсион признался, что город и музей его впечатлил. В этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между Кубой и Казахстаном. Представитель Острова Свобода отметил, что рад в честь такой даты посетить наш регион. Рахмон Промано первый раз посетил Карагандинскую область. Иностранный гость признался, что поражен обширной территорией. Также гость отметил, что надеется на сотрудничество не только в промышленной сфере, но и на дружбу между Индонезией и Карагандой. Музей Карлага впечатлил всех иностранных гостей. Меня все впечатлило в этом музее в Карлаге. Я надеюсь, что такие ошибки больше не должны повторяться. Я буду вдохновлять своих земляков, жителей Индонезии, чтобы они приезжали в Карагандинскую область и посещали именно Карлаг. Для того, чтобы учиться на примере вашей истории. Представители дипломатических миссий и послы не раз посещали Казахстан, но в Караганду приехали впервые. Иностранные гости проявили интерес к Темиртаускому заводу, где работал глава государства, и музею Карлаг, в котором прошла вся история Караганды, признался Руслан Купабаев. Представители дипломатического корпуса изъявляют постоянное желание посещать разные регионы нашей республики. То есть перед тем, как приехать в нашу страну, выполнять определенные миссии, задачи, они изучают ее по интернету. Они знают, что Казахстан занимает девятое место в мире по территории, что у нас очень богатая земля полезными ископаемыми, что у нас очень развита промышленность. Поэтому в этом ракурсе мы осуществляем такие поездки по региону. Сегодня мы как раз посещаем Караганинскую область, в том числе город Темиртау, металлургический завод. Наши дипломаты в восторге. Один из организаторов, Майя Агадилова, заявила, что хотела бы, чтобы иностранные гости посетили шахтерскую столицу. Также Майя призналась, что это блестящая возможность для развития внутреннего туризма. Внутренний туризм развивается и имеет огромный потенциал вообще развиваться дальше. Мы привлекли именно дипломатический корпус с целью, что наша именно совместная работа будет продолжаться. Это привлечение инвестиций, это привлечение потока туристов в наш регион. В целом цель нашей ассоциации именно в этом направлении работать и двигаться дальше. Карагандинские рестораторы и ательеры готовятся встретить в этом году не менее тысячи туристов. Главным образом, иностранные гости проявляют интерес к музею жертв политических репрессий в поселке Доленко. По предварительной информации, на посещение Карлага только из Польши подали заявку 300 человек. Андрей Тен, Ажар Гибаев, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Изменить свой менталитет, просит граждан представителей прокуратуры Караганды. Из-за утвердившихся обычаев дарить подарки усложняется борьба с коррупцией, говорят прокуроры. О статьях закона о коррупции и о том, что влечет за собой просто так подаренная коробка конфет, обсуждалось на семинарии в новом формате. Просто нельзя получать подарки. Даже коробку конфет, даже бутылку и вина. Это административные коррупционные правонарушения. Получение подарки штраф 600 мрт, то есть это около полутора миллионов, а то лицо, которое предоставляет, это уже штраф 200 мрт, то есть около 500 тысяч. О реализации послания главы государства, третьем модернизация, глобальная конкурентноспособность говорили сегодня за круглым столом представители Фемиды, прокуратуры и других государственных органов. В частности, основой открытого диалога стал пятый приоритет послания – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. Новый формат встречи подразумевал непривычные длинные доклады выступающих, а настоящий диалог, где выступающего не просто слушают, но и слышат. Представитель антикоррупционной службы Руслан Жусупов, как и всегда, пытался донести для присутствующих важные вещи, о которых всегда нужно помнить. И главное из них – в коррупции не бывает мелочей. То есть, прежде всего, коррупция, она подрывает доверие гражданам государства, власти, государственному оборудованию. И такой народ легче всего склонить уже на какие-либо радикальные причины. Своё выступление Руслан Жусупов подкреплял фактами, демонстрировал видеоматериалы с задержанием высокопоставленных чиновников. Все они, осознав свою вину, уже отбывают наказание в местах лишения свободы. Заключенные едины во мнении, что нет ничего дороже, чем свобода и честное имя. Кроме коррупции, к сожалению, как отмечает представитель управления по делам религии, в нашем обществе существует и такая проблема, когда государственный аппарат не понимает основы светского государства. На встрече также затронули тему борьбы с киберпреступностью. Путями их решения и действующей практики поощрения лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях и преступлениях. Напомним, что содействовать в противодействии коррупции за вознаграждение можно, сообщив о факте коррупции по номеру 1424. В 2016 году 185 граждан были примированы на сумму 27 миллионов тенге за сообщение о противозаконном факте. И сейчас вопрос идет о чем, стоит о чем? Поменять нашу ментальность. Да, мы находимся в Азии, мы люди восточные, но в то же время мы должны ментальность свою менять. Потому что государственный служащий, он оказывает государственную услугу, он обязан это сделать. И мы не обязаны делать за это ему подарки. То есть именно корень, к сожалению, зла заключается в этом, а потом уже это понарастающее. То есть мы уже на мелочах оказываемся коррупциогенными. За прошлый год в Казахстане зарегистрировано 867 коррупционных фактов. Отметим, что это лишь официальные данные. Ну а в европейской стране, Норвегии, за прошлый год зафиксировано пять фактов коррупции. Это говорит о том, что есть к чему стремиться. И стремиться должен каждый из нас, заключил представитель прокуратуры. Айнур Нурмангалиева, Жаслан Махулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Директора средних специальных учебных заведений подписали антикоррупционную хартию. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Будущее без взяток вместе». Отмечается, что подобные встречи проводятся во всех областях республики. Главная цель – сформировать антикоррупционную культуру среди населения. Антикоррупционная хартия, подписанная директорами средних учебных заведений, является уникальным документом, формулирующий и определяющий основные положения противодействия и профилактики коррупции в системе образования. В Карагандинской области действуют 74 колледжей. В них обучается более 40 тысяч студентов. В документе прописаны обязанности всех подписавшихся сторон. С нашей стороны, это наша, конечно, основная функциональная обязанность, что мы должны на постоянной основе проводить такие профилактические мероприятия. А с их стороны, и раз если они занимаются воспитанием, обучением этих молодых студентов, значит, они должны заниматься этой деятельностью, скажем так, обучением воспитательным должным образом. То есть мы предполагаем, это чистая сессия, когда мы студентам не продаем знания образования. Это когда студенты тоже не покупают, а сами трудятся, обучаются, учатся и тем самым получают хорошее специальное, хорошее образование. Среди участников встречи студенты. Именно у них главным образом и намерены формировать антикоррупционную культуру. Ольга Маторина учится на первом курсе гуманитарного колледжа. Она ответственно заявила, что в их учебном заведении коррупции нет. У нас в колледжу учатся такие люди, которые здравомыслящие, понимают, что это очень плохо. И в наш колледж приходят люди только за знаниями. И такое у нас не наблюдалось. Не случайно подписание антикоррупционной хартии прошло в здании областного филиала партии «Нуратан». Именно партийцы взяли на себя выполнение задач по борьбе с коррупцией. Подписывая хартию, руководители учебных заведений отныне должны способствовать неприятию коррупционных явлений, формированию антикоррупционного мировоззрения студентов и преподавателей. Также было отмечено, что подписание хартии руководителями средних учебных заведений – это уже второе подобное мероприятие. Не так давно такой же документ подписали ректоры вузов Карагандинской области. С минимальным счетом карагандинский футбольный клуб «Шахтер» выиграл первый полуфинальный матч Кубка страны со счетом 1-0. 24 мая в Тимиртау горники принимали нефтяников из клуба «Атрау». С первых минут «Шахтер» начал активно наседать на ворота соперника. На 17-й минуте матча после удара Марка Стоиновича на добивании точно сыграл Даурен Тажимбетов. 1-0. После того, как счет в поединке был открыт, команды немного сбавили темп. «Шахтер» владел преимуществом, но воплотить его в голевые моменты не получалось. Перерыв пошел на пользу гостям, и они прессинговали какое-то время, но минут за 20 до завершения горники выровняли положение и сумели довести матч до победы. Финальный свисток судей зафиксировал минимальную победу горников – 1-0. Ответная встреча состоится 21 июня в «Атрау», а в рамках регулярного чемпионата карагандинский «Шахтер» уже в предстоящее воскресенье встретится с одним из лидеров турнира – столичным клубом «Астана». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау, Болонгстар. Аман Сау, Болонгстар. Аман Сау, Болонгстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...